МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 августа Бухарест вернулся маршал Антонеску с фронта. Дела там шли, неважно. И Антонеску нанес визит в королевский дворец Михаилу Первому. Совершенно неожиданно король потребовал от Антонеску немедленно заключить перемирие. Антонеску ситуации не оценил и высокомерно ответил, меня не надо учить, я сам знаю, что мне делать. Тогда Михаил ответил, я отрешаю вас от должности и вышел. В зал вошли четверо военных и арестовали Антонеску. Этот поступок потребовал от короля и большого мужества, и большой энергии, потому что Бухарест был тогда наводнен германскими воинскими частями и германскими агентами. Немецкое посольство Бухарести ничего не заподозрило. И только поздним вечером посол Киллингер узнал о том, что в королевском дворце что-то случилось. Когда Киллингер получил аудиенцию у короля и услышал ужасное известие о том, что Румыния подпишет перемирие с союзниками, он немедленно начал угрожать молодому королю репрессиями. Но через два дня, понимая свою ответственность за происшедшее, Киллингер застрелился. Немцы попытались атаковать Бухарест, но румыны отбили все их атаки. Совершенно очевидно сказал тогда король Михай, что наступление русской армии, которая сковала значительные немецкие силы в Молдове и Бессарабии, явилось главным условием успеха государственного переворота 1944 года. Король имел в виду Яско-Кишиневскую операцию Второго Украинского фронта. Румынский король Михаил Первый был награжден Высшим Советским Орденом Победа, что не помешало коммунистам заставить его отречься от престола и уехать из Румынии в эмиграцию. Надо сказать, что Орден Победа румынского короля был реквизирован коммунистами и на одном из тайных аукционов продан функционерам исправящего клана Чарушеску. И чью коллекцию сегодня украшает этот Орден Победа, мы не знаем. Орден Победа Войска Первого Прибалтийского фронта командующий генерал Иван Баграмян в течение дня 1 августа передовыми частями вышли на побережье Рижского залива. Германская группа армий Север оказалась изолированной в Прибалтике, лишилась локтевой связи с армиями вермахта из группы Центр. Войска Первого Белорусского фронта командующий маршал Константин Рокоссовский продолжали форсирование реки Висла, наращивая силы на плацдармах западного берега Магнушевском и Пулавском. До сотни германских танков ежедневно пытались сбросить русских с плацдарма в реку. 3 августа и войска Первого Украинского фронта командующий маршал Иван Конев с боями форсировали Вислу и захватили северо-западнее города Сандомера плацдарм глубиной до 25 километров. За этот день немцы провели против этого плацдарма 7 яростных контратак, которые были нашими войсками отражены. Еще две танковые дивизии Гитлер распорядился в эти дни направить в Восточную Польшу для ликвидации советских плацдармов на Висле, а предназначены они были для Западного фронта. Русский метод ведения наступления со времени последних наступательных операций стал еще более совершенным, отметил германский военный историк Курт Типельскирх. Правда, разведка боем накануне наступления сохранилась, но, собственно, наступлению теперь предшествовал гораздо более интенсивный по сравнению с предыдущими операциями многочасовой огонь артиллерии на уничтожение, сочетавшийся со столь же необычным по своим масштабам использованием крупных сил авиации. Перешедшие в наступление после окончания артиллерийской и авиационной подготовки пехотные соединения поддерживались и прикрывались исключительно эффективными действиями авиации. После завершения пехотного прорыва в него немедленно вводились крупные танковые силы. В середине августа британские бомбардировщики провели серию массированных налетов на Кёнигсберг. Применялись бомбы с напалмом. Город Канто сравняли с землей. Союзники уже рассчитывали заранее, что кому достанется после победы и в каком состоянии. 1 августа в Варшаве началось массовое восстание. Оно было организовано армией Краевой, поддерживавшей лондонское мигрантское правительство. Армия Краева боролась не только против нацистской Германии, но и против планируемой Сталином советизации Польши. Немецкий гарнизон польской столицы был невелик, всего около 3000 солдат и офицеров. Восставшие имели в первые дни августа явный перевес, и немцам пришлось ограничиться обороной нескольких важных объектов Варшавы. Гитлера выступление поляков привело в бешенство, и он возложил на рейхсфюрера СС Гиммлера ответственность за подавление восстания в польской столице, с беспощадной жестокостью, камня не оставив на камне. Примечательно, что в августе 1944 года союзное командование объявило, что рассматривает армию Краеву как составную часть польских вооруженных сил, подчиненных союзному командованию. Это автоматически означало, что на участников Варшавского восстания, на Аковцев, в первую очередь, теперь должны были распространяться все международные конвенции, с помощью которых регулировались обычаи и правила войны. Примечательно также и то, что генерал Буркомаровский буквально за несколько дней до начала восстания в Варшаве обратился с просьбой к союзному командованию и к эмигрантскому правительству в Лондоне, с просьбой перебросить в Варшаву отдельную польскую парашютную бригаду, которая могла бы очень здесь пригодиться. К сожалению, технически это было неосуществимо. К началу августа три превосходно остащенные армии союзников на Западном фронте, поддержанные с воздуха абсолютным господством своей авиации, продолжали наступление в районе французских городов Авранж и Фалес. Главнокомандующий союзными войсками генерал Эйзенхауэр решил усилить ударную мощь, перебросив на континент третью армию генерала Паттона. Немцы контратаковали двумя танковыми дивизиями. Фельдмаршал Клюге предложил оставить Британию и Южную Францию, спасти упорно обороняющиеся там дивизии, но выстроить прочную оборону на рубежах реки Сена. Но Гитлеру были дороги порты на побережье Франции, и он запретил эвакуацию. Его приказ поставил перед пятой танковой армией вермахта задачу рассечь боевые порядки американских войск и разбить их по частям. Немецкие танковые дивизии под непрерывными ударами авиации союзников не сумели даже выйти в срок в районы сосредоточения. Танковые сражения развернулись исключительно упорные. Немецкие танкисты выдерживали нарастающее давление и на земле, и с воздуха. Союзники, особенно канадские дивизии, несли большие потери, но неуклонно продвигались вперед. Стратегическое положение немецких войск становилось проигранным, но Гитлер отступать запретил. Упрямство Гитлера только помогало противнику. Ключевым событием августа на Западном фронте станет сражение у города Фалеза. К 15 августа там возник котел, в котором оказались остатки 7-й армии и 5-й танковой. Три оставшиеся вне окружения немецкие танковые дивизии неоднократно пытались пробить коридор к своим товарищам, но сил у них для этого не хватило. Для отражения наступления союзников на Париж у немцев осталось всего лишь 2,5 дивизии. В августе Гитлер продолжал расправляться с участниками июльского заговора. Первая волна подозреваемых была подвергнута жесточайшим пыткам и начала давать показания, называя десятки имен. 7 августа открылся суд Народного трибунала, возглавляемого бывшим военнопленным сибирским большевиком Роландом Фрейслером. Первых обвиняемых казнили, подвешивая на крюках для местных туш и удушая фортепьянными струнами. Среди казненных был фельдмаршал Витцлебен, генерал Ихааза, Шюльпнегль, Гёбнер. Гитлер смотрел киносъемки казни, они взбадривали его. Под подозрение попал главнокомандующий германскими войсками на Западном фронте фельдмаршал фон Клюге, который по дороге в Германию принял цианистый Кали. Также под подозрение попали генерал артиллерии Фридс Линдеман, фельдмаршал Эрвин Роммель и известный в Германии писатель-фронтовик Эрнст Юнгер. Вермахт пережил невероятный погром. Еще более 30 высокопоставленных генералов были уволены со службы или арестованы. А главное, Гитлер перестал доверять армии и доверял теперь только полководцам из гнезда Гиммлера, генералам СС и Гестапо. В начале августа американская морская пехота и авиация продолжали атаки против уцелевших японских войск в горах острова Гуам. Японские части утратили связь с внешним миром. Все морские подходы к Гуаму оказались в руках американцев, высадивших на остров около 50 танков. 11 августа погиб в бою командующий 31-й армией генерал-лейтенант Абата и организованное сопротивление японцев на острове Гуам прекратилось. Сражение у Марианских островов привело к большим потерям кораблей и самолетов и значительно приблизило Японию к поражению. Захват островов Гуам и Сайпан позволил американской стратегической авиации получить удобные базы для налетов на порты города Японии. И они последовали. Летающие крепости с Марианских островов уже в конце августа появились в небе над Токио, Нагасаки и Осакой. В Варшаве польские повстанцы во главе с генералом армии Краевой Тадеушем Буркомаровским контролировали уже большую часть города. Восставшие штурмовали так называемый небоскреб. Здание в центре польской столицы, где располагался центральный узел связи гитлеровцев. После шести кровопролитных атак небоскреб 20 августа перешел в руки поляков. Но сама Варшава уже была окружена. Изолированы войсками СС, которые готовились к подавлению восстания. Бои шли в предместях. Восставшим не хватало даже стрелкового оружия, не говоря уже о тяжелой технике. Когда в Москве узнали о начале Варшавского восстания, то Сталин квалифицировал это как авантюру, затеянную кучкой преступников. Миколайчик, который, к слову, находился в это время на переговорах в Кремле, и Черчилль, разумеется, придерживались диаметрально противоположного мнения. Когда к началу октября 1944 года красавица Варшава и ее уникальное знаменитое старое место превратились в груду дымящихся развалин, то на Западе стали обвинять Советский Союз в том, что он сознательно не оказал помощи варшавским повстанцам. Вопрос этот по сей день остается предметом достаточно серьезной и даже ожесточенной дискуссии. Объективно нужно признать, что Красной Армии освободить Варшаву в августе и сентябре 1944 года было достаточно сложно. Не будем забывать о том, что немцы ввели в бой четыре танковых дивизии, в том числе знаменитую танковую дивизию СС Герман Геринг. Считается, что именно по этой причине польские части, воевавшие в составе Красной Армии, части генерала Берлинга, которые сфорсировали Вислу в районе моста Понятовского, так и не смогли закрепиться в левобережной части Варшавы. Но, как бы то ни было, нужно признать, что не только военные факторы сыграли определенную роль в этой ситуации. Турция объявила о разрыве дипломатических и экономических отношений с Германией. В Неаполе прошли переговоры премьер-министра Великобритании Уинсона Черчилля с югославским маршалом Йосипом Брос-Тита. 18 августа в концлагере Бухенвальд был убит лидер германских коммунистов Эрнст Эльман. Для боевых действий в Карпатах советская ставка вновь образовала 4-й Украинский фронт. Командующий генерал армии Иван Петров, член военного совета генерал-полковник Лев Мехлис. Наверное, это были наиболее неприязненно относящиеся друг к другу люди во всей Красной Армии. Но Сталин в третий раз сталкивал их лбами. Войска Карельского фронта генерала Кирилла Мерецкого после освобождения Карелии вышли на советско-финскую границу. С учетом продвижения Ленинградского фронта на Карельском перешейке перед финским военным руководством замаячил призрак полного краха и оккупации Финляндии. 1 августа 1944 года парламент Финляндии узнал о том, что президент Финляндии Ристи Рюти подал в отставку. 4 августа 1944 года через три дня генерал-фельдмаршал Карел Густав Эмиль Маннергейм, 77-летний отец нации, как его называли в Финляндии, стал президентом Финляндии. Парламент за него проголосовал практически единогласно. Действительно, в третий раз в истории маленького финляндского государства этому человеку вручалась его судьба. Уже дважды, в 1918 и в 1939 году Маннергейм спасал Финляндию. На этот раз ему предстояло, наверное, вести свое самое трудное и самое сложное сражение. Маннергейм был в очень сложном положении. С одной стороны, ему нужно было найти возможности для того, чтобы вывести Финляндию из войны с минимальными потерями. С другой стороны, он понимал, что ему придется совершить некий акт по отношению к самогерманскому союзнику. И, наверное, с моральной точки зрения, этот акт носил двусмысленный характер. Но Маннергейм был готов пожертвовать даже своей личной честью во имя спасения Финляндии, страны, которую он искренне любил и народ, которую он так искренне уважал. Начальник германского генерального штаба Гудериан вспоминал, день 15 августа был бурным днем главной ставки фюрера. На основе донесений с Западного фронта я сделал доклад о положении танковых соединений. Я заявил Гитлеру, одна храбрость бронетанковых войск не в состоянии возместить отсутствие двух других составных частей вооруженных сил, авиации и флота. Гитлер пришел в ярость. В районе города Фалеза союзникам удалось окружить основные бронетанковые войска вермахта на западе. Только небольшая часть из них сумела прорваться на северо-восток, но мосты через реки были уничтожены англо-американской авиацией. После упорных боев 19 августа немецкие войска в Фалезском котле капитулировали, а те танковые подразделения, которым удалось вырваться, подойдя к наведенным речным переправам, убеждались, что тяжелым тиграм и королевским тиграм не суждено будет оказаться на противоположном берегу. Переправы не выдержат их тяжести. Немцы сами уничтожали дефицитные боевые машины. Дорога на Париж оказалась открытой. Гитлер приказал разрушить город, взорвать мосты, но комендант Парижа фон Хольтец твердо решил этого не делать. 19 августа, в день капитуляции немцев под Фалезом, в Париже началось восстание. Немцы уже уходили из французской столицы, и им в спину парижане продемонстрировали запоздалую отвагу и храбрость. Объективно говоря, вклад Франции в войну на стороне Третьего рейха, вклад в экономику, вооружение, техническое обслуживание, конечно, превышает французский вклад в разгром нацистской Германии. А в дни восстания в Париже царила необыкновенная эйфория. Нет, чтобы восстать в день Д, или же в дни боев за полуостров Катантен. Под занавес началась вакханалия мстительных расправ судов, скорых и неправых. Особенно досталось женщинам, замеченным в симпатиях к оккупантам. Восставшие вели себя, пожалуй, похуже германцев, вошедших в город в июне 40-го года. Эту бы энергию, бесстрашие и патриотизм до летом 40-го года, может быть, история не была бы тогда столь пошлой. Одной из важнейших составляющих заметных побед Красной Армии стала ударная мощь советской авиации. Дело было, конечно, не в численном превосходстве, хотя и о нем не стоит забывать, а в умелом взаимодействии ВВС с танками и пехотой. Теперь на командных пунктах фронтов и армии в обязательном порядке присутствовал авиационный командир для координации совместных действий. И это приносило свои весомые плоды на полях сражений. Кроме того, в рядах русских летчиков через горнила ожесточенных боев прошли пилоты, ставшие бесспорными лидерами воздушных боев. 19 августа звание Героя Советского Союза в третий раз был удостоен полковник, командир истребительной авиационной дивизии Александр Иванович Покрышкин. Александр Иванович стал к этому времени легендарным русским воздушным богатырем, воспитателем и учителем нескольких десятков первоклассных ассов. Покрышкин стал первооткрывателем многих оригинальных приемов воздушного боя, которым он умело обучал и своих подчиненных. Александр Покрышкин является единственным трижды Героем Советского Союза, который все три звезды получил в дни войны против Германии. 20 августа началась яско-кишиневская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта генерала Родиона Малиновского. Она развивалась столь успешно и стремительно, что политическому руководству Румынии необходимо было поторопиться с переменой фронта. После ареста в Королевском дворце румынского диктатора Йона Антонеску его отвезли на конспиративную квартиру на окраине Бухареста и поручили охранять арестованного коммунистическому подпольному отряду. А король Михай I, подписав соглашение о перемирии, объявил войну Германии. Румынская армия начала перестраивать свои боевые порядки, возник хаос, немцы подвергли Бухарест жестокой бомбардировке с воздуха. Но решающим, конечно, было приближение Красной Армии. На Западном фронте 15 августа союзники начали давно и тщательно ими подготовленную операцию «Драгун» высадку войск на Средиземноморском побережье Франции. 17 августа германское командование приказывает отвезти все свои части на укрепление фронта на севере Франции. Это разумное решение запоздало минимум на два с половиной месяца и имело бы больше смысл до высадки союзников в Нормандии. 25 августа честь первой войти в освобожденный Париж была предоставлена французской бронетанковой дивизии генерала Леклерка. В столице Франции начались трехдневные торжества. Дегольд со своими сторонниками шагал по Елисейским полям, пользуясь всеобщим восхищением и любовью. Он, конечно, это заслужил, великий француз, своей неустанной борьбой против гитлеризма. Но в эти славные дни мало кто задумывался о тех противоречиях, которые привели французское общество к катастрофе четыре года назад. А ведь на самом деле реакция деления продолжалась. И буквально через несколько месяцев генерал Деголь окажется перед тяжелейшими проблемами при отсутствии национального единства, идейной розни левых и правых. В конце августа вермахт занял Словакию. В этот же день, 29 августа, началось словацкое национальное восстание. Как и почти все восстания этого периода, их начало было связано с неизбежным подходом частей Красной Армии. Румыния короля Михаила I была спасена от яростных мстительных германских атак только армиями 2-го Украинского фронта и кораблями Черноморского флота, взявшими под контроль Констанцию и Плоешки. Германия рассталась с основными нефтяными источниками. Может быть, единственным германским успехом в войне в августе 44-го года стала удачная торпедная атака подводной лодки У-482, потопившей английский транспорт в 10 тысяч тонн водоизмещением. В конце августа немцы собрались силами и под командованием группенфюрера СС Бахзелевский начали беспощадную расправу с участниками Варшавского восстания жителями города. В польской столице развернулись уличные бои, в которых германские войска методично теснили и уничтожали восставших. Отношение к варшавской драме 1944 года и сегодня чревато крайней поляризацией, значит, тем самым далеко от справедливости. Красная армия не пожелала, не захотела и не смогла спасти варшавских повстанцев. Это первое. Второе. Армия Краёва и генерал Бург Комаровский, который командовал варшавским восстанием, и не желали прихода Красной Армии, когда начинали восстание. Им важно было освободить Варшаву до подхода Красной Армии, чтобы не допустить большевизации Польши. Это второе. Эти два мнения – это водораздел. И согласия обе стороны никогда не найдут. Хотя смягчающих обстоятельств сколько угодно. Например, Первый Белорусский фронт маршала Рокоссовского, прежде чем выйти на Вислу, с боями прошел более 600 километров. Любая армия мира имела бы в этом случае право на передышку. А рядовые варшавские повстанцы, конечно же, горели желанием освободить свой город как можно быстрее от немецкой оккупации. Эти точки зрения никогда уже не сойдутся, потому что дело здесь совсем в другом. Варшавское восстание имело очевидный идеологический антибольшевистский характер. Армия Краева могла и должна была себе это позволить. А Красная Армия, руководимая большевиками, могла не обратить внимания и позволить себе игнорировать это восстание. Излишне, наверное, напоминать, какое громадное количество людей погибло во Второй мировой войне по идеологическим мотивам. Четвертое военное лето на Восточном фронте предъявило миру совершенно неожиданную, непохожую на предыдущие годы русскую армию. В человеческих страданиях, в смертельном противостоянии открылось чувство русской национальной гордости и раскованности. Об этом феноменальном возрождении размышлял тогда в Швейцарии философ Иван Александрович Ильин. Трудно сказать, как развивалась бы эта война, если бы немецкое наступление принесло русскому народу легкий режим. Однако действительность шла иным путем. Чем дальше во времени и пространстве заходила война, тем заметнее пробуждался национальный русский инстинкт самосохранения. Тем сильнее становилась решимость русского народа обороняться от врага, и тем больше воюющие народные массы учились подчиняться дисциплине национального военного верховного командования, не обращая внимания на партийный режим. Редактор субтитров А.Семкин